Воровать и брать взятки плохо, но иногда можно. Государственная Дума приняла в первом чтении правительственные законопроекты об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушение антикоррупционных законов. Освобождение наступает, если нарушения произошли в независящих от чиновников обстоятельствах. В документе непредотвратимыми обстоятельствами называют землетрясения, наводнения, ураган, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые властями. Также будут учитываться и другие происшествия, цитата, «находящиеся вне контроля физического лица». Для освобождения чиновника от ответственности будет созываться комиссия, которая установит, можно ли считать обстоятельства коррупции непредотвратимыми. В этой новости, на мой взгляд, прекрасно все. С нами на связи Григорий Машанов, юрист Transparency International, Россия. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю, что нашли время. Ну что, как вам этот законопроект? Он принят в первом чтении, я напомню нашим зрителям, это еще не финал, то есть будут еще второе и третье чтения, поэтому есть еще шанс, что какие-то правки будут внесены, но в целом мало сомнений, что законопроект пройдет. Ваше мнение на этот счет? Да, действительно, у нас любят очень всякую гадость добавлять во втором чтении к законопроектам. Но что касается вообще мнения по поводу этого законопроекта, я вот скажу такую мысль, но мне кажется, что на самом-то деле ничего особо плохого в нем и нет. Я поясню почему. Почему? Потому что действительно иногда бывают такие ситуации, когда должностные лица не могут объективно исполнить какие-то обязанности по антикоррупции. Например, они не могут декларацию совпадать. Представим себе ситуацию, что, например, где-нибудь в Иркутской области, я люблю этот пример, чиновник где-нибудь в сельском поселении, каком-нибудь глухом, нужно ему декларацию сдать до 1 апреля, у него там река разлилась, он, в общем-то, ничего, ни почта не ходит, никуда поехать нельзя. Получается, что он, в общем-то, по закону буквально его, в общем-то, как бы и уволит на это с должности. А законопроект предусматривает, что это не будет нарушением. Хотя, на самом деле, конечно, как юристы могу сказать, что из общих принципов правовых, если человек невиновен в нарушении, то его и наказывать не надо. Но, к сожалению, очень часто бывало так, что наказывали. Причем я хочу сказать, вот сейчас были громкие очень кейсы в Питере. Там лишили мандатов оппозиционных муниципальных депутатов, оппозиционных городской власти за нарушение, например, некоторые из них забыли указать пустые банковские счета. То есть, допустим, у человека был пустой счет в Звербанке, там ничего не было, счет там несколько лет, никаких транзакций по нему не было, но вот он в декларации, человек забыл его указать, и его за это лишили мандаты. То есть использовалось такие вот, по сути, мелкие нарушения, то есть я имею в виду, что формализм такой, он использовался для того, чтобы и расправляться с неугодными. И вот тут тоже, по сути, формализм получается, потому что вот человек объективно не может исполнить свои обязанности за каких-то там ЧС, ЧП и так далее, а его все равно за это могли лишить мандаты. Но, естественно, власти более строги всегда к оппозиционерам, а к представителям правящей партии они всегда более лояльны. Но послушайте, когда, я все-таки пытаюсь понять, когда нам говорят, что независящие от чиновника обстоятельства включают, например, цитата, «находящийся вне контроля физического лица происшествия». Вот эта какая-то формулировка, она не представляется вам, как юристу, очень размытой, и она может быть применима в любой непонятной ситуации. И в частности, она может быть применима в отношении тех чиновников, которых, ну, не хочется увольнять. Абсолютно верно. Это специально размытая такая формулировка. Ну, вы понимаете, не всегда можно в законе прописать буквально все, чтобы все предусмотреть. Ну, смысл в том этой нормы, что если вот какая-то произошла такая непредвиденная ситуация, которую вот сложно приписать законе, например, просто какая-нибудь авария на транспорте общественном, или город весь встал в пробки, например, в день довести свою декларацию. То есть, понятно... У нас технические сложности. Да-да-да, продолжайте, Григорий. На каком моменте я пропал? Что человек не может довести свою декларацию, если он встал в пробки. Ну, например, то есть смысл, вопрос в том, как это будет контролироваться. Этим будет заниматься комиссия, но я думаю, скорее всего, это все будет абсолютно не публично. То есть, эта комиссия, скорее всего, речь идет про комиссии по конфликту интересов, которые сейчас заседают, в массе своей мы делали в транспорте исследования по северо-западному федеральному округу. Эти комиссии свои решения не публикуют, или публикуют их в обезличенном полностью виде. То есть, это не подконтрольно общественности, и даже не подконтрольно, на самом деле, другим органам власти, потому что у нас главный антикоррупционный орган в стране – это прокуратура, но прокуратура не может за всем, разумеется, уследить, все контролировать. И если прокурор не проверит, работает ли комиссия в рамках какого-то планового контроля или в рамках какой-то жалобы, то он даже и не узнает о том, что вот комиссия решила какому-то чиновнику выдать такую индульгенцию. У меня к вам последний, Григорий, вопрос. Transparency International занимается непосредственно выявлением коррупции в странах мира, разных, в частности, в России. Какова сейчас ситуация с коррупцией в России? Она ухудшается или улучшается, если у двух слов? Ну, если говорить про бытовую коррупцию… Ну, нет, есть довольно большая разница. Бытовой коррупции, ну, я бы сказал, что в последние годы ее в каком-то плане стало меньше, потому что есть МФЦ, Центр госуслуг, электронные госуслуги. Вот довольно неплохо отработало правительство с выдачей всех этих пособий во время коронавируса, тех немногих, которые оно сделало. Вот, то есть там человек до гаишников сократили. То есть на бытовом уровне в целом, мне кажется, что коррупция уровень снижается благодаря современным технологиям цифровизации. Вот, то, что любит правительство. Что касается элитной коррупции, то есть большие господряды, всякие крымские мосты и прочие гигантские тендеры, там, конечно, мне кажется, что ее уровень, как минимум, не изменился за последние годы, если не стал больше. Потому что вот эти у нас проекты, это все огромный объем денег, которые можно потратить. И потратить, разумеется, надо не с чужими людьми. Поэтому я думаю, что в этом плане уровень коррупции, как минимум, не уменьшился. Или даже, может быть, в раз. Спасибо. Это Григорий Машанов, юрист Transparency International России. Мы говорили о новом законопроекте, который принят уже в первом чтении. Продолжение следует...